Уважаемые участники парламентских слушаний, сегодня на повестке обсуждение очень важный пакет законопроектов, регулирующий предстоящие в 2020 году выборы в местные органы, местные кенеши и в парламент Кыргызской Республики. На самом деле перед нашей рабочей группой и перед инициаторами стояло очень простые и в то же время важные задачи не радикального характера, а просто реализации части стратегии совершенствования законодательства Кыргызской Республики о выборах по совершенствованию законодательства. И мы постарались подойти комплексно к вопросу к избирательному процессу, так и по отдельным нормам, которые влияют на ход и итоги выборов. Хочется сказать о том, что в своем докладе я остановлюсь только на отдельных пунктах, которые вызвали наиболее такие дискуссии. Одна из дискуссий развернулась вокруг избирательного порога на выборах, в парламентских выборах. Исхакаб Саматович неоднократно останавливался о пороге. Уважаемые коллеги, в 2010 году избирательный порог для политических партий составлял 5%. Он прошел свою избирательную кампанию, следующий выбор с 7% порогом. 9% порог не был еще опробован ни на выборах. Я думаю, что основная концепция 9% порога является то, что сейчас роль политических партий и сам избирательный порог играет на объединение политических партий. Хочу обозначить, что ближе к 2020 году уже сейчас более 200 политических партий прошли регистрацию в органах юстиции. Вот увидите, к 2020 году такая регистрация составит по одной политической партии, иногда по две политические партии каждый день. Я думаю, что объединение политических партий, укропнение, усиление политических партий приведет, что в парламент, и это 9% порог приведет к тому, что в парламент придут сильные политические партии, которые получили основную поддержку избирателей. И сильные партии приведут к сильному парламенту, сильный парламент – это сильная сторона. Может быть, это лозунги, но это так. Я предлагаю оставить в нашем законопроекте вопрос размера избирательного порога для политических партий не рассматривался. Это, как я ранее сказала, это акцент на сам ход дискуссии. Еще хочу сказать о том, что на нашем комитете особая дискуссия развернулась вокруг женских вод в Аильные Кенеши. Подчеркиваю, в Аильные Кенеши. Местные органы мы предлагаем ту норму, которая прошла чуть ранее, и для парламента. То есть в случае, если женщина предложен очень четкий механизм передачи высвободившегося мандата, в случае, если женщина сдает свой мандат в городский Кенеши, ее мандат передается следующей женщине по списку. И то же самое касается и мужчины. Я думаю, что вопрос представленности депутат городского Кенеша, это городской Кенеш, это представительский орган. Каждый депутат выполняет в первую очередь свои представительские функции. Поэтому мы считаем, что исходя из практики, которая случилась в шестом созове в парламенте Кыргызской Республики, когда две фракции из шести фракций не представлены ни одной женщиной, послужило то, что этот законопроект был разработан и представлен, он прошел тречтение и подписан. Такая же норма предлагается и для городских Кенешей. Для айльных Кенешей, опять подчеркиваю, айльные Кенеши – это представительский орган. В 68 айльных Кенешей нет ни одной женщины-депутата, что привело к тому, что однозначно основные представительские функции, большая часть, 52% населения Кыргызстана составляют женщины, не представлены в 68 айльных Кенешей. С 2012 года в Кыргызстане двухуровневый бюджет, и очень важное распределение бюджетных средств местного Кенеша осталось без представительства депутатов женщин. Поэтому наш механизм представленности женщин в размере не менее 30%, то есть четкий механизм. В случае, если айльный Кенеш имеет 31 мандат, то это 9 мандатов. В случае, если 21 мандатный Кенеш – это 7 мандатов, и 11 мандатов – это 3 мандата. Для женщин, я считаю, это механизм справедливый. В нашей Конституции, в Конституции Кыргызской Республики обозначено, что это специальные меры не являются дискриминацией. Поэтому и закон о государственных гарантиях, равный представлен для мужчин и женщин в Кыргызской Республике, это реализация тех норм, которые у нас заложены в нашем законодательстве, в нашей нормативно-правовой базе и в главном основном законе Кыргызской Республики в Конституции. Ко второму чтению предлагается четкий механизм распределения. Если в первом чтении были вопросы вокруг отсутствия механизма и было предложение отрегулировать либо подзаконными нормативными актами, инструкциями, либо положениями Центральной избирательной комиссии, то я думаю, что ко второму чтению мы в сам закон введем четкие механизмы распределения, то есть чтобы не было двоякого толкования подзаконных актов. И я думаю, что четкий механизм распределения мандатов и представленности женщин воильных кенешей дает развитие и будет поддержан на выборах воильной кенеши. Уважаемые участники, я считаю, что и поддерживаю коллегу, что данный законопроект был поддержан в первом чтении 105 депутатами. Во втором чтении мы, комитет, готов рассмотреть все предложения, которые поступят от наших коллег, от депутатов. И благодарю за внимание и буду благодарна, если сегодня в ходе парламентских слушаний, если мы услышим еще ваше мнение ко второму чтению. Спасибо.